Бензин в России дорожать все-таки будет. Впрочем, не только он. Корректировка цен коснется и дизеля, и газа. Таксист Алексей Анисимов, проводящий за рулем большую часть своего времени, морально уже готов к повышению стоимости топлива. Будет 100 рублей стоить за литр. Народ все равно будет заправляться, потому что это тот же самый продукт, как хлеб. Ты же не будешь, если хлеб станет 70 рублей, ты что, есть его перестанешь, что ли? Все равно будешь покупать этот хлеб. Так же и с бензином. Среди автомобилистов уже довольно давно муссируются слухи о том, что литр 95-го, якобы с отметки в 33 с лишним рубля, подскочит аж до 45-ти. Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил, что цены на бензин в будущем году, скорее всего, вырастут минимум на 6%. Михаил Никин в топливном бизнесе более 20 лет. Для него очередной скачок цен не неожиданность, а закономерность. Исходя из всего предыдущего опыта, я могу сказать, что не вдаваясь ни в какие сложные экономические анализы, можно уверенно сказать, что февраль 2014 года мы встретим с ценником примерно полтора рубля плюс той, которая была в августе. 10 – это исключено. Я считаю, что это исключено. Чтобы цена увеличилась на 10, должны произойти достаточно катастрофичные явления в экономике России. Удорожание бензина даже на полтора рубля сильно ударит по карманам не только водителей, но и тех, кто привык ездить на пассажирских сиденьях. Ведь вслед за бензином вырастут цены и на продукты питания. К концу будущего года, говорят эксперты, Россия по ценам на топливо вполне может догнать Европу. Несколько крупнейших нефтяных компаний прогнозируют повышение розничных цен на бензин в 2014 году до 15%. Причина первая – инфляция. Цена на все виды топлива никогда не отстанет от инфляции. Это вопрос первый. Далее, самый главный вопрос заключается в том, что регулирующих факторов, которые влияли бы на ценообразование, их почти нет. По той причине, что рынка как такового нефтепродуктов в России не существует. Везде в мире регулирование цены на нефть и нефтепродукты определяется биржей. В России этого нет. Брендовые компании, они поставлены в условия свободного произвола. То есть они могут практически делать все, что хотят. Если есть возможность повышать цену и зарабатывать на этом, конечно, это все будут делать. Россия, как всегда, идет своим путем. В цивилизованных странах регулирование цены на нефть и производные продукты, как правило, определяется биржей. Отечественные топливные компании выставляют на торги только 10% от объема поставки внутреннего рынка. Остальные же 90% продают на более выгодных для компании условиях. Федеральные антимонопольные службы как будто нарочно подвоха не видят. Относительно возможности повышения до 20% мы не считаем это целесообразным, потому что 10% в нашем понимании – это величина, которая в достаточной степени характеризует параметры ликвидного рынка наличного товара в режиме биржевых торгов. Взять эти объемы ниоткуда. Их можно взять только с режима сектора вне биржевого, то есть сектора прямых контрактов. Альтернативой дорогому топливу пока еще остается сравнительно дешевый газ и дизель, расход которого почти вдвое меньше, чем бензина. Однако Министерство энергетики выступило с предложением ввести новые стандарты, согласно которым цена на газ для автомобилей будет привязана к стоимости солярки. Это приведет к подорожанию газомоторного топлива в среднем на 2 рубля за литр. Андрей Заокский, Сергей Каверин и Алексей Аносов. Москва. Телеканал 1612.